Который день без воды? Волонтер уже сбилась со счета и сил тоже особо не осталось. Волонтер Влада уже сбился со счета, какие сутки приют 9 жизней без воды. Все резервы исчерпаны, за ночь весь дом полностью загажен, лотки и вокруг. Не передать словами, как сложно жить без элементарных вещей, а конкретно без воды. Уборка до невозможности стала чем-то сложным. Готовка на 80 хвостов без подачи воды – это как? Посуду нечем мыть, лотки – это отдельный момент. Сегодня вручную девушка натаскала воду с магазина, насколько просто хватило ее физических сил. Правительство только обещаниями кормит, а по факту город обезвожен, как был, так и есть. Люди в пунктах выдачи бутылированной воды стоят полдня с паспортами за 3,5 литровые бутылки, в некоторых местах есть привоз воды, но это по месту жительства населения. В Ладе лично никто не привозит по месту проживания, ведь это, по сути, уже находится за чертой города. Сегодня еще один казусный момент – забилась канализация. Лотки мылись на улице. В ближайшее время нужно выкачивать яму, а это лишние пару тысяч рублей из копилки приюта. В одиночку приходится за все хвататься. Плохо или хорошо, нужно брать себя в руки и делать свое дело. В Ладе не бросает приют в это сложное время. С ее количеством хвостов далеко не убежишь, да и никому мы там нигде не нужны. Спасибо, конечно, неравнодушным людям, кто помогает нам просто выжить в военное время. В мини-приют проживает сейчас более 80 кота хвостов. Нам нереально как нужна поддержка, чтобы просто выжить и свести концы с концами. Надеюсь, уже в ближайшее время будут посты, когда уже дадут воду. И хоть на одну маленькую заботу, а вернее сказать очень большую, Ладе станет меньше.